Всем здорово! С тем, что игра очень сильно похожа на поля сражения в Хардстоуне, но при этом выглядит достаточно прикольно и миленько. Так, собственно, я не знаю, что тут у нас надо делать, у нас есть стандартный пак. Не, я знаю на самом деле, что надо делать, но чисто такие базовые фичи. Я смотрел стрим, по-моему, когда только вышла эта игра, то есть это чуть ли не год назад. Поэтому... Арена мод вроде бы нам надо, да, это стандартная арена. Да, я уже вижу, что это совершенно по-другому. Короче, сейчас буду рассказывать вам, как это сказать-то, про саму фичи игры и, собственно, что здесь надо делать. Снизу у нас магазин. В магазине на данный момент есть три животных и одна еда. Сверху указано наше количество денег. Покупка любого животного стоит три монеты. Продажа любого животного стоит одну монету, если не указано другое. Ноль из десяти это количество побед для того, чтобы заработать максимальную награду, ну и, собственно, пройти игру. И четвертая иконка сверху слева у нас указывает, собственно, ход. Мы можем думать в этой фазе вообще сколько угодно. То есть здесь нет ограничения по времени, как в кардстоуне на ход. Мы можем спокойно вообще делать все, что угодно. Дальше. Ролл слева, снизу. Это у нас за одно золото. Мы можем поменять, короче, животных. И кнопка закончить ход. Это значит отправить животных на первую битву. Мы можем, как я и говорил, здесь делать все, что угодно. Кстати, яблоко. Яблоко дает... Давайте я буду еще переводить, потому что игра на английском языке. Русского, по-моему, в игре нету. Ну, хотя я не проверял, но, типа, вроде бы нету. Яблоко дает вашему животному плюс один и плюс один. Стоит она так же, как и животные, три голды. Поэтому на первый ход явно не лучший вариант покупать яблоко. Они, кстати, вот свинья, когда я играл, свинья была, по-моему, 2-2, а сейчас на 4-1. То есть они повысили атаку. Не когда я играл, а когда я смотрел, как кто-то играет на стриме. Дальше... Оттер. Что такое оттер? Фиг его знает. Наверное, выдра какая-нибудь. Дает одному случайному другу плюс один, плюс один. При покупке. То есть ее надо брать второй. Не-не, мы ее сейчас брать не будем. Свинья у нас при продаже дает плюс один золото. То есть мы ее продаем не за один золото, а за два. И в итоге на покупку мы тратим, получается, только одно золото, если мы ее продаем. И бобер при продаже дает два. Двум рандомным существам дает плюс один здоровье. Мне на самом деле вообще не очень нравятся все эти животные, честно говоря. Но мы можем, смотрите, как сделать. Мы можем купить бобра. А, нет, подождите. А, он при продаже дает. Да, мы можем купить бобра. Выдра у нас даст ему бонус к здоровью. Да, еду мы не будем покупать, соответственно. Хоть нас и говорит игра, типа, купи еду. Но нет, мы сделаем реролл. И посмотрим, что нам еще выпадет. Рыбу понерфили, по-моему. Когда я смотрел, как чел играл, она была 2-3. Сейчас она 2-2. При повышении уровня, я потом расскажу, как повышать уровень. Повышать уровень здесь так же, как в Фордстоуне. Нужно собирать три плеты. А утку апнули. Утка была 1-2, стала 2-3. При продаже дает зверям именно в магазине. Плюс 1 здоровье. И лошадка у нас... Когда мы призываем зверя... То есть, я не знаю, вот работает ли призыв у нас на... Я даже не знаю, на самом деле, что мне здесь брать. Лошадку было бы неплохо взять. У нее тоже бафнули. Раньше она вроде 1-1 была. Или нет, или не бафнули. Но утку они реально бафнули, потому что утка стала сильнее. Теперь она 2-3, она не бесполезна будет на первый ход. И рыбка дает, короче, всем друзьям плюс 1 атаки и плюс 1 здоровье, если мы ее... Повышаем ей уровень. Для того, чтобы повысить уровень, видите, здесь есть такие две ячейки под левел 1. Над зверями моими. Если я еще двух таких же зверей объединю с этим существом, точно таких же зверей, то у меня будет левел 2 и, соответственно, повысится статы. Там за каждое, по-моему, слияние идет плюс 1, плюс 1. И либо же заменяются статы в магазине, если они лучше, на те, которые у тебя в команде. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, мне здесь ничего особо не нравится. Я могу, конечно, типа, чисто теоретически продать бобра. Но мне нужно тогда купить что-то. Ой, я даже не знаю. Я бы хотел, на самом деле, здесь купить лошадку. Но сейчас лошадка, на самом деле, максимально бесполезна. Потому что мы не сможем ничего призвать. Чисто на будущее задел сделать, я вот думаю. Ну, давайте, пока я учусь, я буду тупить очень жестко. Здесь лошадка мне ничего не делает, но... Эээ, да. Пока давайте вот так как-то поступим. Поставим бобра на первое место, лошадку, как самого слабого по здоровью юниту, на третью позицию. И поехали играть ход. Как я говорил, ходы здесь... Время на обдумывание ходов не ограничено. И сам бой происходит автоматически. Сейчас, собственно, увидите. Сейчас я подрублю только зарядную, на всякий случай. Потому что я не знаю, сколько у нас будут... Будет длиться сегодня серия. Эээ, так. Можно убрать вот эту штуку, а то она загораживает половину экрана. Также существ можно замораживать. То есть, если мы не хотим, чтобы на следующий ход существа изменились, то мы можем их заморозить. Эээ, и, соответственно, еда тоже меняется. Пик существ меняется. И восстанавливается золото до 10 штук по стандарту. Эээ, то есть, нету смысла оставлять, ээээ, там, 3, 4, 5 и более золота. Потому что, если, конечно, нет существ, которые бафаются за счет золота, такие, по-моему, есть... Не знаю, один или два где-то существа... Эээ, есть такие, которые, по-моему, бафаются, если мне не изменяет память. У нас очень слабая команда, но... Типа, шанс победить есть чисто за счет жирного бобра, но... Три хп. Эээ, теперь мы выбираем название нашего отряда, но это абсолютно не важно. Эээ, поэтому... Ээээ... Ээээ... Он английский, но знаю его плохо, поэтому... Эээ, я буду переводить по возможности. Эээ, если что, у меня рядом стоит ноут, я могу перевести, если какая-то обилка будет мной не понятого существа, пока с обилками все понятно. А здесь давайте, ну, выберем, допустим, вот это. Зээ, о... стэнсибли. Ээээ... Огурцы, бамбуки или... Уэйпер шерперс. Шерперс, это, по-моему, лезвие. Уэйпер это... Чё... Уэйп это, по-моему, пшеница или нет? Или это Хиат? Нет, Хиат это пшеница, а Уипа я не... Я не знаю, короче, огурцы будут, вот, название нашей команды, абсолютно не важно. И сейчас идёт, короче, битва с реальным игроком с таким же уровнем силы, как и у нас. С такого же, да. Я уже вижу, что мы, скорее всего, проиграем здесь. Эммм... А игра будет, я не знаю, идти? А, мне нужно было... А, да-да, врубить автоплей. Да, мы, видите, мы здесь проиграем, потому что у нас слабый пик был. Мне не понравилось. В этом плане первая наша... Первая битва, первое же наше поражение. Так, у нас есть ещё бобёр, у нас есть выдра. Кстати, неплохо. Я могу взять здесь, в принципе... Я хотел бы, наверное... Баффнуть кого-то, и желательно бобра... Эмм... Выдрой, вначале. Либо лошадку, тоже будет неплохо. Главное, чтобы она не бафнула другую выдру. Ну, твою мать, ну... Ну, это просто суперувезение, конечно, в этом плане. Ммм, окей. Хмм... Теперь я думаю, объединять мне выдру или не объединять. Лошадка, кстати, бафнула призванное существо. И сейчас мы объединим лошадок. Получим лошадку 3-2. Объединяем также бобра. Делаем рерол. И смотрим, что нам здесь может пригод... Блин, идеально, на самом деле. Давайте мы заморозим бобра. Заморозим выдру. И будем, короче, делать 3-го уровня существенно следующий ход. Так, что я хотел бы сделать? Да, я хотел бы просто начать ход. Но сначала надо правильно расставиться. Я, наверное, выдру вот эту... Это был мисплей. Я просто думал, что я могу просто поменять их местами. Они, зараза, объединились. Надо, видимо, дольше задерживать кнопку или типа того. Но сейчас мы, скорее всего, опять срём из-за вот этого моего мисплей. Сейчас бы ещё двух бобров случайно не объединить. Ставим самое жирное существо на первый слот. Ну и дальше по убывающей типа... Слабее, слабее, слабее. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что так будет неплохо. Хотя нет. Вот здесь стоило, конечно, слабым существом лучше пожертвовать. У него огромная жирная штука была. Подождите, мы выигрываем. Да, мы здесь выиграли. Отлично. У нас есть всего 4 жизни. То есть мы можем... А, нет. Они переделали систему жизней. Вверху 10 побед. Мы должны делать 10 побед. Либо же потратить все жизни, чтобы проиграть. Жизни, как я понимаю, кончаются. Да. Мы дошли до третьего хода. И теперь у нас разблокированы существа второго тира. Видите, кубики над едой и над существами показывают уровень. Так. Теперь смотрите, что мы делаем здесь. Бобёр даёт двум рандомным плюс 2, плюс 2. Первым делом мы покупаем с вами... Я вот даже не знаю, как здесь будет лучше поступить на самом деле. Я бы хотел павлина. Павлин у нас даёт... Сейчас покажу. Когда его ударяет, он даёт 4 атаки. Получает 4 атаки. И у него много хп достаточно. Но нам надо бы сначала сделать триплет какой-то, я не знаю. Либо ещё париролить и поискать чё-то. Мясо у нас даёт... Как сказать-то... 4 дополнительного урона. Это работает как баф, то есть... И вот этот мёд тоже работает как баф. Он даёт воскрешение. Ну не воскрешение, а после смерти существа призывает нового места. Пчелу 1-1. Но это еда такая себе на самом деле. Хотя мясо ещё неплохо, но оно будет неплохо уже на более поздние этапы игры. А сейчас бы нам надо как-то, я не знаю... Усилить себе стол. Я вот думаю, кого мне объединять, выдор или бобров? Наверное, всё-таки выдор, потому что... Так, бафает, бафает. И у нас мегавыдра получается. 6-6. И мы разблокируем при повышении уровня любому существу. Мы разблокируем существо следующего уровня, которого у нас максимально доступны. На кнопке Roll снизу слева показано, какой у нас максимальный уровень доступных в магазине существ. И в этом магазине появляется одно существо на уровень выше при получении уровня... При получении уровня любым другим существом. Это кенгуру. Если... Получает плюс 2, плюс 2, когда союзник впереди атакует. Кстати, неплохо на самом деле. Может быть мне даже через кенгуру попытаться сыграть, я вот думаю. Может забить нафиг на этого павлина? Мы его долго будем раскачивать. Давайте мы бафнем кенгуру плюс 1 и еще соберем бобра себе. И мы еще получим один триплет, который сможем заморозить, если он будет достаточно неплохим. Плюс бобра мы потом сможем продать при получении второго уровня статов. Так, добавляем сейчас еще одного бобра. Да блин, сдолбало! Так, хорошо. Хорошо! Потом мы сможем неплохо так разбафать наших существ. А вот меня интересует, могу ли я как-то поменять существ? То есть не объединить их, а именно поменять местами. Да, нужно зажимать. Зажимать и держать на клетке. У нас есть мегавыдра, у нас есть кенгуру, у нас есть два жирных бобра. Ну, один жирный бобер и один такой себе. И я вот думаю, нужен ли мне павлин? Ну, типа, павлин неплох, но, типа, нет. Я, наверное, рерольну. Ну, конечно! Конечно же, мне выпадет еще один павлин. Ну, почему бы нет? Ладно, меня, в принципе, более-менее устраивает эта штука у нас. О, кстати, эта пилюля, она, по-моему, стоит... Да, видите, написано, стоит один золото. Это ее особенность. То есть мы можем за один золото использовать пилюлю. Пилюля, она убивает существо в магазине. Ой, не в магазине, а то, которое у тебя есть в руке. И у него срабатывает предсмертный крип. Как же неудобно немного сделано вот это с пиками. Но у меня нету таких существ, у которых, блин, срабатывал бы нормально предсмертный крип. Лошадку я оставляю, потому что она апнет второй уровень на следующий ход. Пингвин и рыба... Ой, павлин и рыба мне не особо нужны, поэтому просто пропускаем ход. Эээ... Ну, если сейчас комары не попадут в выдру, они не попали. Они вообще отвратительно ударились. Видите, кенгуру у нас бафается. И сейчас кенгуру будет 6-6, и оно всем наваляет. Такс. Победа! Изи! Две победы подряд. Хорошо. Пока мы потеряли только один здоровье. Но чем мы дальше будем продвигаться, тем больше мы будем тратить здоровье за поражение, как я понимаю. Раньше было фиксировано 4 жизни, сейчас жизней 10. Но видите, написано вверху, что мы потеряем 2 жизни, если проиграем. Ооо, боже мой, Додо! Вот эта вот штука очень прикольная. В начале битвы дает 50% атаки Додо союзнику впереди. То есть он, по сути, даст дополнительно один атаки. Краб тоже, кстати, прикольный. Копирует 50% жизни друга. Но, блин, они их понерфили раньше, и Краб и Додор отдавали 100%, по-моему, и здоровья, и атаки. А сейчас они дают только 50%. Видимо, они посчитали их слишком сильными и занерфили их таким образом. Поэтому я не думаю, что сейчас будет хорошо использовать билд в этом плане. Мы можем сейчас улучшить сразу лошадь и получить жирафа. А в конце хода дает другу впереди плюс один, плюс один. Плюс мы можем улучшить бобра и сразу его продать, как вариант. Ну, кстати, это не такой плохой вариант. То есть сейчас мы улучшаем бобра, получаем еще одно существо вот этого улучшенного уровня. При повреждении дает другу сзади плюс два, плюс два. Это, кстати, с кингуру будет круто сочетаться, поэтому я возьму... Я возьму верблюда, бафну ему атаку. И теперь, видите, бобер при продаже даст двум рандомным нашим... Господи, можно убрать вот эти подсказки, они мне мешают смотреть. Бобер при продаже даст двум рандомным существам плюс две атаки. И можно попробовать... Блин, ну бобер такой классный, бобра много атаки. Но, блин, я хочу какую-то колоду на забафах. Я не знаю, понадобится ли мне лошадь. Скорее всего, ее продам. Если, конечно, у нее сейчас баф не прилетит. У нас есть жираф, чтобы его, в принципе, это... Давайте я продам бобра. Так, а как мне его продать? А, вниз надо перетащить. Отлично! Бафнулось то, что нужно. Ну, почти. Конечно, хотелось, чтобы бафнулась кингуру плюс вот эта шняга. Но мы сделаем вот таким образом, наверное. Или, или все-таки вот так. Не, мне кажется, что пока для двойного бафа еще рановато. И нам нужно как-то забафовать что-то пожирнее. Можно, конечно, жирафа качать. То есть мы в любом случае покупаем сейчас жирафа. И надо думать, кого бафать. По сути, надо бы бафать кингуру. Но тогда у меня не будет работать пассивка самого кингуру. Хотя не, я считаю, что вот такая расстановка будет нормальной. Плюс мы можем еще дать атаки кому-нибудь. Той же кингуру баф взять на атаку. Либо вообще мед наложить на нее, кстати, как вариант. Давайте я все-таки наложу мед. Я понимаю, это слабый ход. И вообще мед это слабый баф. На существе может одновременно находиться только один баф. То есть я не смогу сейчас дать ей еще мясо. И дать дополнительно 4 атаки. По понятным причинам она... Тогда мед исчезнет, если я передам. Но мне кажется, что мы здесь выиграем. Я думаю, здесь проиграть будет уже достаточно сложно. Именно на этом ходу. Поэтому поехали дальше. Так, в конце хода наш жираф бафает наше кингуру. И будем делать гигантское кингуру. Я именно и взял воскрешение после смерти, чтобы дополнительный баф кингуру давать. Потому что, видите, кингуру получает плюс 2, плюс 2 за каждой... За каждую атаку существа впереди. Видите? 8-11. Плюс лошадка еще бафает этого. Так, баран призывает двух баранов. Точнее, вечка призывает двух баранов. Ну и здесь мы побеждаем. Опять же. Ну и говорил, здесь достаточно сложно уже будет проиграть. Окей. Играем мы против других игроков, как я понимаю. С точно такой же примерно силой, как мы. Пятый ход. Существа третьего уровня. Так. Пилюля, как я и говорил, она вызывает срабатывание пресмертного крипа и убивает существо наше до конца. То есть полностью убивает. Прям вот уничтожает, убирает из магазина. Есть просто у некоторых существам крипы, которые дают во время боя. Там, при смерти, к примеру, они дают какой-то баф. И чтобы активировать этот баф на постоянной основе, не только во время боя, можно использовать пилюлю. Салат дает двум родным существам плюс один атаки и плюс один защиты. Неплохая, на самом деле, фича, потому что, кого бы я не захотел бафать, мне все нравятся, которые у меня есть, я могу всех бафать. У нас есть кенгуру, есть павлин. Про павлина мы уже читали, про кенгуру тоже. Также, очень клевый, на самом деле, лебедь. Он дает один золото, плюс, когда мы начинаем... Заходим в магазин для покупки, то есть при победе либо поражении, у нас будет не 10 золота, а 11. И, соответственно, на втором уровне будет 12 и так далее. Вот, допустим, та же выдра, она у нас сейчас дает при покупке... А, нет, видимо, выдра, она не улучшается, у нее пассивка с течением уровня. Я вот думаю, кого бафать. Ну, кенгуру надо бафать. Надо реально бафать кенгуру и даже вот так вот сделать. А что буйвол у нас дает, когда помирает враг... Ой, союзник впереди, дает арбузную броню. Арбузная броня блокирует 20% урона. И получает плюс один к атаке. То есть от любой атаки я буду получать на 20% меньше урона. На 20... Ой, не на 20%, а просто на 20 меньше урона, но при этом урон, по-моему, не может быть ниже на одного. Или нет, или подождите, или от чеснока урон может быть не очень, не ниже одного. Есть еще такой предмет, как чеснок. Я вот думаю, нужен ли мне буйвол. Он такой слабенький, на самом деле, 1-3. И типа мне ему здоровье особо не забафать. Но, с другой стороны, заблокировать 20 урона, это, по сути, выдержать любую атаку на данном этапе, какая бы она ни была. И он будет 2-3. Ну, такое себе, на самом деле, мне не очень нравится. Салат можно юзнуть, в принципе, как вариант. Давайте я заморожу салат, на всякий случай, и сделаем ролл. Вот, кстати, чесночная броня, можно было ее наложить на выдру, но на выдре уже есть прикольная штука. Можно дальше бафать лошадь, как вариант. Ну, у нас такой билд, но, знаете, в существах, там, первых-вторых уровней, возможно, стоит будет потом поменять что-то. Но пока меня более-менее все устраивает, на самом деле. Я бы хотел, наверное, лошадь третьего уровня, поэтому я бафну так. И дам чесночную броню, допустим, кенгуру. Пусть меньше урона получает. Также бы я хотел... Да, я оставлю замороженным салат, и поехали. Я думаю, мы опять должны сейчас выиграть, и не думаю, что будет что-то мега жесткое у противника. Ааа, неприятно. Ааа, кит сжирает черепаху и получает арбузную броню. Но наша прекрасная... Ээээ... это... Кенгуру бафается. Да, но получит сейчас три урона. Даже меньше. Потому что на ней чеснок. Она получает один урона и выносит все подряд. И при этом слон ее сейчас дамажит всего на два. Да, как я понимаю. Он, конечно, выдержит один удар. Дамажит нас на три. Павлин там качается. Павлин меня ваншотнет. Но и я ваншотну павлина. Поэтому я здесь выиграл. Изи! Изи четыре победы. Четыре победы это золотая середина. Если мы уже сделали четыре победы, это уже хорошо. А все, что выше, это уже очень хорошо будет для нас. Так, ну и смотрим... О, боже мой, еще одна лошадь. Как же офигенно. На самом деле, хотелось бы заменить выдру, но пока непонятно, на что ее менять. Вот этот капкейк, он дает плюс три, плюс три. Но только до конца боя. То есть... Подождите, или до конца боя... Да, это только на... Это разовый баф. То есть я получу плюс три, плюс три, но только на один бой. На существо. Мне капкейк не нравится в этом плане. Можно выдру опять же прокачать еще немножко. Я думаю, это не ошибка, потому что у нее плюс один здоровье появится и плюс один к атаке. Также она бафнула, как видите, двух моих существ. Качаем еще лошадку, делаем рерол. И у нас есть черепаха. И кенгуру. Давайте мы заморозим улитку. Улитка при поражении дает плюс один, плюс один всем при призыве. Но с другой стороны, хочу ли я что-то продавать? Я хочу продать жирафа. Потому что он, типа, ну, не выпадает мне в магазине, и я его бафать не могу. Давайте я кенгуру бафну. И теперь кенгуру будет получать плюс четыре, плюс четыре каждый ход. Офигеть. Это очень круто. И мы получили олень. Олень это очень крутой баф. Очень крутой челик. Он призывает после смерти автобус пять пять. Да, автобус. Он призывает автобус пять пять, который бьет сразу двух противников одновременно. Сплэш атака. Здесь сплэш атака. Это про атака, которая бьет сразу двух врагов. Возможно, выдру стоит заменить на оленя. Давайте мы подождем немного. Блин, я и хочу и черепаху поставить, но мне на все не хватит золота. Я вот не знаю, нужен ли мне олень. Выдра просто так сильна уже, и я не охота ее продавать мне. Но рано или поздно придется от нее отказаться. Ладно, не буду брать оленя, и так слишком много вещей я заморозил. Может, лучше черепаху заморозить на следующий ход? На черепаху надо будет мед накладывать, а это не очень хорошо. Мне придется тогда еще и мед заморозить, а мне на все не хватит ресурсов. Поэтому ладно, без черепахи сыграем пока что. Денег у нас нету, поэтому приступаем к бою. Наша кенгуру бафается, и сейчас будет гигантская кенгуру, чуваки. Ой, вот это мерзкий челик. Ёжик, он нанесет 4 урона сейчас всем нашим чувакам. И своим тоже, кстати. И в итоге у нас жираф умирает, это плохо. Но у нас появляется еще один урона. Но он сам себя убивает, таким образом. Да, мы вроде здесь выигрываем. Выдра... Кенгуру даже не умирает от двух противников. Но видите, чесночная броня, она понижает урон на 2, но не меньше 1. Поэтому наша кенгура умирает. Арбузная броня, она полностью блокирует урон. У нас 4 уровень зверей, теперь есть. А улитка нам не нужна, мы ее размораживаем. Она нужна была только если мы проиграем. Потому что улитка при проигрыше дает всем нашим союзникам плюс 1, плюс 1, если мы ее призываем. Попугай. Копирует обилку существа впереди, если она 1 уровня. Можно скопировать обилку жирафа и бафать жирафа. Но блин, это такой себе на самом деле. Крыса, она призывает... После смерти призывает 1-1 крысу на сторону противника. Мне это не очень нравится, поэтому не буду это брать ее. Давайте сделаем просто рерол. Мне здесь особо ничего не нравится. Собака. Когда призываем союзника, она получает плюс 1 атаки и плюс 1 защиты. И есть выдра еще одна. Что, давайте качать выдру, наверное. Почему бы нет? Плюс выдра будет давать бафы существам нашим. Фламинго у нас дает... Что значит before faint? После смерти, наверное, дает двум нашим союзникам плюс 1, плюс 1. Случайным союзникам или не случайным? Или до смерти? Вот опять же непонятно. Наверное, before это значит до смерти. То есть, если оно готовится умирать, то оно накладывает сначала баф, а потом умирает. А не наоборот. Не сначала умирает, а потом накладывает баф. Ну, мне здесь особо ничего не нравится. Делаем еще один рерол. Есть еще одна лошадь. Отлично. Лошадь третьего уровня. И мы получаем с вами крокодила. Последнему один раз работает. Видимо, при улучшении, при повышении уровня она будет работать несколько раз. Наносит 8 урона самому последнему в отряде противника бойцу. В принципе, неплохо. Я вот думаю, нужен ли мне верблюд в таком случае. Но верблюд будет бафать лошадь с другой стороны при получении урона, да? Ну, я даже не знаю, нужен ли мне крокодил. Крокодил, конечно, прикольный, но не так, чтобы супер прикольный. Давайте я не буду его брать. Краб может скопировать 50% здоровья нашего кенгуру. В итоге он будет 3-6. Но что-то не особо круто звучит. А вот пингвин дает 3 существам 2-го и 3-го уровня плюс 1 атаки и плюс 1 защиты. То есть он будет бафать, грубо говоря, лошадку, кенгуру и выдру. Это очень круто. Я бы, наверное, его заморозил и на следующий ход разыграл. Киппопотам дает... Когда убивает противника, дает плюс 3, плюс 3. Получает, точнее, плюс 3, плюс 3 сам. Возможно, стоит будет продать выдру и купить гиппопотамов. Но они должны убивать, у них должно быть много атаки. Пока мне это не подходит, я не буду, наверное, его даже замораживать. Салат все еще у меня остается в замороженном виде. Креветка 2-3 дает рандомному союзнику плюс 1 здоровье, когда продается другой союзник. Такой себе. Но есть выдра. Выдра 3-го уровня это план, чуваки. Давайте пропустим пока ход. Я думаю, мы выиграем. Кенгуру дико бафается, конечно. Это жестко. Блин, прикольно, что выдра выживает после пары ударов. Точнее, после одного удара. Она больше дает бафов нашему кенгуру. Сейчас мы сверчка убьем. А, там еще и пчелка дурацкая. Пчелка неприятная, конечно. Она бафает кенгуру, блин, все, эта фигня. Но наша кенгуру более здоровая, чем вражеская кенгуру, и мы здесь побеждаем. Но у нас кенгуру просто MVP этого матча, можно сказать. Окей, победа. Дальше. Вот эта штука, кстати, прикольная. Дает всем будущим и нынешним существам в магазине плюс два, плюс один. Раньше она давала плюс два, плюс два. До, видимо, бафа или нерфа. Ну, мы покупаем выдру, чтобы апнуть ее на третий уровень. О, корова. Корова, когда ты ее покупаешь, меняет еду в магазине на два бесплатных молока, которые дают плюс один атаки и плюс два здоровья. Это очень круто. Ну, а нам нужно будет от кого-то избавляться. Я не хочу ни от кого избавляться. У нас не доходит дело до вот этой штуки, поэтому давайте мы продадим этого челика. Он какой-то бесполезный, на самом деле, у нас в отряде. До него дело не доходит. Продам на всякий случай. И нам нужно будет купить обязательно пингвина. От жирафа тоже, видимо, придется отказываться, потому что он не повышает уровень. Это достаточно плохо. Нужно ли нам бесплатное молоко, я вот думаю. Мы можем сделать некий ход конем, смотрите. Мы сейчас даем двум рандомным существам плюс один, плюс один. Затем мы покупаем с вами корову. Получаем два бесплатных молока. Бафаем нашу выдру, наверное. Или кенгуру. Нет, давайте бафать кенгуру. Я хочу более здорового кенгуру. Теперь мы продаем корову. И покупаем с вами пингвина. Пингвин бафается, и пингвин сейчас даст всем бафы. Комар мне и олень не нужны. Смотрите, сейчас будет, короче, мега забав кенгуру и всех остальных существ, кроме жирафа. Нажимаем анктерн. Баф. Баф. Отлично. Блин, выдра третьего уровня, она первого уровня вообще, как существо. Она абсолютно бесполезная, надо бы ее заменить на что-то. О, мышь поставил первым ходом, чтобы я не мог получить от нее бафа. Это плохо. И выдра не убивает оленя, к сожалению. И даже не убивает его пчела наша, да? Да, зараза, чесночная броня здесь зарешала ему. Но у нас есть мега здоровый кенгуру, который тупо сейчас всех вынесет. На, получай просто досвидос. Кенгуру это просто жесть. Кенгуру очень жесткий какой-то у нас получился. Мы его так забафали, что это жесть. О, пятый уровень существ разблокирован в таверне. Кролик у нас, когда съедает еду из магазина, дает плюс один здоровье себе. Такое себе на самом деле. Сверчок это вообще существо первого уровня, оно нам нафиг не нужно. Оно при смерти призывает один-один сверчка, но это уже не важно нам на данной ситуации. Скорпион дает... Скорпион, короче, при призыве дает на себя, вешает орех. Как, не орех, арахис. Арахис убивает с одного удара любого противника. То есть он, по сути, ваншотает любую цель. Но если, наверное, на ней нет арбузной брони, или даже он через арбузную броню пробивает. Я вот не помню этой темы. Слон у нас-то полная шляпа, он не подходит под наш билд. Он наносит один урон, а... Чуваку, когда атакует, он наносит один урон, а чуваку сзади стоящему. Один раз. Раньше он, по-моему, при каждой атаке наносил урон, а сейчас только один раз наносит. Понимаю. Скоро надо будет отказываться от жирафа и брать что-то более мощное. Но пока я не вижу смысла, я не вижу ничего в магазине, что было бы неплохо. Давайте искать, я не знаю, слияние для наших существ. Есть кит. Кит это круто. Кит у нас проглатывает... В начале боя проглатывает союзника, который стоит перед ним. И когда... И выплевывает его с первого уровня. То есть он даже не выплюнет его третьего уровня, выплюнет первого уровня, что ли. Ну, такое себе нераскачанный кит пока не бесполезен для нас. В конце хода получает плюс два, плюс два, если у вас есть хотя бы одно существо третьего уровня. Знаете, мне кажется, время пришло качать бизона. Потому что это единственный сейчас вариант качать бизона. Мы продадим жирафа. Типа даун бафает кенгуру, но кенгуру будет бафать и пингвин. А нам лучше взять что-нибудь посильнее. Отлично. Плюс три атаки. Чесночную броню можно дать бизону, как вариант, либо лошади. Единственный минус, конечно, что бизона не будет бафать пингвин, пока он такого низкого уровня. Давайте я пока заморожу эту шнягу. Еще один чеснок. Дельфин наносит в начале боя пять урона самому низко-хпшному противнику. То есть противнику с самым низким здоровьем. Такой себе носорог. Наносит четыре урона, когда выносит какого-то врага. Первого. Против первого уровня существ два раза наносится обилка. Прикольно. Блин, ну... У нас мало здоровья у бизона. Вот чем мне не нравится. Но он получит баф. Он получит баф в любом случае благодаря своей билке. Поэтому мы дадим ему чесночную броню, наверное. И будем искать что-то более прикольное. Есть еще корова, блин. Но корову уже не поставишь. У нас уже все слоты заняты. Можно дать бафы всем чувакам, как вариант. Чесночную броню я бы хотел еще на лошадь навесить, на самом деле. А бафать существа в магазине у нас смысла особого нету. Так у нас билд уже собран. Ну, это все мы уже читали. Я даже не знаю. Давайте еще ролл. Кролик, свинья, кенгуру. Кенгуру можно. Кенгуру можно. Но еще получить плюс один, плюс один. Это будет неплохо. Да, я думаю, вот так вот мы поступим и закончим ход. Поехали. Бизон апается! Бизончик, тащи давай, дорогой. Мы должны тебя расфармить до того, как мы проиграем. Ой, против нас чувак с самым дорогим скином. С этой локации. Начинается вот этот расстрел. Бафайся, бафайся, дорогой! Сейчас мы еще арбузную броню собьем с помощью нашей пчелки. Ну что, как тебе мою кенгуру, челик? Нормальная кенгуру, да? Просто кенгуру выносит все. Тут у нас, конечно, еще пчелка призывается, но мы ее убиваем. Изи! Изи! Мы один раз только вначале проиграли, а потом одни победы. Блин, ну мне нравится уже мой первый забег. О, шоколадка! Шоколадка дает плюс один экспы. То есть я могу сейчас, грубо говоря, дать... Я вот думаю, я бы очень хотел пингвина второго уровня. Нам нужно две победы сделать. Давайте я заморожу шоколадку на время. И сделаю реролл. Слон, я уже говорил. Петух очень крут, потому что он призывает скуриться с одним здоровьем, но имеющим половину атаки петуха после его смерти. Но не подходит пока. Пока нам это не подходит. Поэтому делаем реролл. Если бы он не пришел пораньше, я бы мог его еще поставить, а сейчас он бесполезен. О, котик, когда ест еду, дает двум рандомным существам в твоей команде плюс один, плюс один. И вот этот буйвол жесткий, который... Блин, тут есть эта вот обезьяна! Жесткий буйвол, да, про которого я уже читал, у которого противник мой достаточно сильно раскачал. В конце хода дает... Офигеть! Плюс два, плюс три самому правому существу в конце хода. Да, блин, это круто. То есть я могу капец как забафать выдру. Но мне придется тогда отказаться от пингвина. Но пингвин дает типа меньше. Но он дает трем существам плюс один, плюс один. Он дает лошадки, дает кенгуру и дает выдре. Плюс три, плюс три. Или плюс два, плюс три на выдру. В идеале, конечно, мне бы забафать кенгуру. Давайте я сделаю вот так. Затем я еще рерольну. О да, как же это хорошо. У нас будет третьего уровня! Третьего уровня! Так, ладно. На следующий ход у нас будет третьего уровня кенгуру. Это будет жесть! Это будет три существа третьего уровня. Это очень жесткое. Индюк очень клевый. Когда призывает существо, дает ему плюс два, плюс три. Это гораздо жестче, чем лошадка. Но лошадка слишком сильно уже раскачана, чтобы менять ее на кенгуру. Давайте еще рерольнем. Посмотрим, аж что-то выпадет. Пингвин. Хорошо, заморозим. Делаем еще один ролл. Получаем еще одного буйвола. Блин, ну я это все не смогу разыграть. Но можно разморозить чесночную броню. Не, я все-таки ее заморожен на всякий случай. Потому что мало ли мы сейчас проиграем, фиг его знает. Давайте закончим ход. Плюс два, плюс два. Плюс один, плюс один всем. Отлично! Сейчас кенгуру... Я сделаю кенгуру следующего уровня на следующий ход. И она будет давать себе плюс восемь, плюс восемь или плюс шесть, плюс шесть. Это будет так охренительно. Ну нифига себе у них, конечно, павлинчик такой огромный стоит посередине. Ну мы здесь проиграем, да. Потому что наша кенгуру сейчас просто ваншотну. У нас, конечно, и течет существо, но у него очень жесткий пик. Мы здесь проигрываем и теряем кучу здоровья. Слишком жесткие противники. У него, кстати, шляпа на... Да, минус три существа. А, я получаю урон за каждое существо, выжившее в команде противника, что ли? Видимо, да. Ну, мы сейчас смотрите, что делаем. Мы бафаем себе кенгуру до третьего уровня шоколадкой. Получаем гориллу. При получении урона дает себе щит кокосовый. Кокосовый щит, он, по-моему, игнорирует полностью любой урон, но только один раз. Но, блин, она слишком слабая. Я вот думаю, кого мне апнуть лучше, бизона сейчас или пингвина? Я даже не знаю. Я могу апнуть и бизона, и пингвина, но у меня тогда не хватит денег на что-то еще. Давайте мы сделаем рерол. Отлично, бизон есть. Замораживаем. Выше третьего уровня существ поднять нельзя. Блин, возможно, стоило сначала рерольнуть. Если бы выпал бизон, я бы мог купить двух бизонов и усилить пассивку бизона. Суши дает трем рандомным существам плюс один, плюс один. Тоже, на самом деле, неплохо. Я вот думаю, заморозить мне его или нет. Ну, трем рандомным плюс один, плюс один, такое себе. Мне бы пингвина еще одного найти было бы идеально. Давайте пока завершим ход. Бизончик у нас немножечко прокачивается, но нам нужно еще дольше прожить, чтобы прокачаться. Блин, выдра, конечно, уже полное говно стало. У него скорпион 15, сколько-то там, дохренища. То есть он тупо ваншотнит сейчас мою эту кенгрушку. Видите, из-за того, что у него удар с одного... Убийство с одного удара. И мы опять проигрываем. У нас слишком слабые остальные существа. У нас клево кенгру, но ее контрят вот эти яды дурацкие. Они очень сильно выбешивают меня. Окей. Ну, у нас все равно уже неплохой счет, в принципе, как вариант. О, даже так. Ладно, продаем пингвина. Нам нужна улитка. Поэтому продаем пингвина за 1 золото. Покупаем улитку. Она дает 7 плюс 1 плюс 1. Продаем улитку, потому что она нам не нужна. Повышаем уровень бизону 100%. И получаем муху. Когда союзник умирает, призывает 4-4 муху на его место. Работает 3 раза за матч. Но чисто можно ее взять на всякий случай для раскачки кенгуру, как вариант. Хм, неплохой, на самом деле, ход. И причем, если мы возьмем муху, то нам уже не нужна будет призывалка пчелы на выдру. И мы можем просто дать ей двойной урон. А, нет, это не двойной урон, это... Да, не-не-не, это двойной урон. Но зачем, с другой стороны, мне это двойной урон, да? Когда мы покупаем существ первого уровня, получает... Всем остальным существам дает плюс 1, плюс 1. Это мощно, но нужны существа первого уровня. У нас это пока не подходит. Отлично, берем. Бизона замораживаем. Акула очень топовая. Нам слишком поздно ее раскачивать. Акула получает плюс 2, плюс 2, когда умирает союзник. В начале боя Леопард похищает 50% атака урона... Урона противника случайного противника... Господи, похищает 50% атака дэмэджа случайного противника. Лошадка мне не нужна. Мы можем сейчас проиграть, потому что если мы проиграем, мы потеряем 3 хп. Ладно, я рискну без пингвина. Пингвин все равно был бесполезен, он только для бафов был нужен. Поэтому ладно, ничего страшного, что мы его потеряли. Поехали. А, да, золото же еще осталось, можно еще поролить. Ролл. Так, муха окей. Червяк дает... Когда ест еду, получает плюс 1, плюс 1. То есть это есть билд на червяка. 3-3, кстати, он сам. Неплохие статы для... Ну, не для четвертого уровня, но вообще, типа, по своей сути. Но мы, скорее всего, сейчас проиграем. Ну, посмотрим. Как же я не хочу выдру продавать, чуваки. Как же я не хочу продавать выдру. Ну, да, тут, конечно, мега еж, но вся остальная команда у противника не такая, чтобы жесткая. Если мы завалим мега ежа, то с остальными будет справиться гораздо проще. Еж, блин, дамажит. Еж, дамажит случайного противника. А змея тоже дамажит. Неприятно. Да куда ты стреляешь? Не стреляй в него. Блин, а тут с арбузной броней гребаный этот. Ну, а мы вроде выигрываем, да? Да, мы выигрываем. Еле-еле с трудом мы выиграли, но 9 побед тем временем. Хорошо. Жалко, пингвин больше бафы не раздает, и мы не можем усилить свой отряд. Это что за хрень? Тигер. Когда... А! Ахиат это впереди или позади? Но он действует только на существ первого уровня, и это не подходит под мой отряд. Мне бы нужно арбузную броню наложить на выдру, скорее всего, или на кенгуру. Не, я, наверное, на выдру все-таки наложу арбузную броню. А, и надо бы немножко прокачать буйвола. Сделаем один ролл. Получаем вот эту змею дурацкую, да, бесячую. Чё у нас делает змея? Наносит 5 урона противнику, если союзник впереди атакует. Случайному противнику. Можно забафать, кстати... Так как это будет последняя битва, неважно, проиграем мы или выиграем, можно забафать этого чувака. Выдру. Давайте я забафаю, выдру на всякий случай. Либо можно дать чесночную броню кому-нибудь ещё, типа той же лошадке. Не, мне кажется... Блин, ну если я... Ладно, я скормлю всё-таки выдрю эту шлягу. Ну, и сейчас мы либо выигрываем, либо проигрываем. Это финальная битва. Посмотрим, насколько сильными будут противники. Ну, поехали. Конечно, у меня выдра не будет призывать после своей смерти тушнягу, но будет муха призываться. Конечно, возможно, это и хуже было, чем пчела, но мне кажется, что нужно было так сделать. По-любому. О, у них, кстати, тоже это... Ну, начинается! Блин, он муху убил! Муха не будет призывать существ! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это очень плохо. Офигеть! У него ещё идёт жёсткое снижение урона. Но мы проиграли. Да, мы здесь проиграли 100%. Блин, почти мы выиграли с вами. На тринадцатом ходу проиграли. Если бы не первое поражение в начале, у нас был бы шанс. Ну, окей. Первое поражение, но тем не менее, это всё равно, это 9 из 10 побед. Это очень круто. Мы получаем 70 очков, но для того, чтобы открыть шляпу даже, да, элемент декора, скажем так, нам нужно, по-моему, сотка, да, если я не ошибаюсь. Вот, кастомайз, шляпы. Да, видите, нужна сотка. Сотка очков, двести очков, тысяча, две тысячи и пять тысяч. Мы, кстати, встречали с вами несколько раз чуваков с Golden Poop Head. Это значит, что они достаточно долго играют в игру. Ещё у нас есть недельный набор, но я не знаю существ из него, поэтому я пока не буду играть. Давайте ещё один раз сыграем, но вот раз я буду побыстрее отыгрывать. Опять же, прошу прощения за мисплей, играю первый раз, и, типа, мне очень непривычно. Я ещё многих механик, и билдов не знаю, и вообще, какие существа крутые. Так, выдра у нас даёт ему рандомному другу плюс один, плюс один. На кого мы хотим баф плюс один, плюс один? На сверчка, на самом деле, было бы неплохо. Давайте мы его бафнем. Выдрой. И призовём муравья. Муравей даёт после своей смерти плюс два, плюс один случайному союзнику. Да. Расстановку сделаем следующим образом. Кхм-кхм, рерольни. Ммм, лошадка. Лошадка может быть неплохо, можно сделать билд на призывах чисто. Выдру мы всё равно продадим рано или поздно. Кхм-кхм. Давайте билд на призывах попробуем сделать. Хоть я не верю в лошадку, но, типа, я попытаюсь. Название нашей команды... Сухие... Ээээ... Приятели. Хе-хе-хе. Окей. Первый бой. Но у нас неплохой стартовый билд. Мы, думаю, выиграем. Первый бой. Кхм-кхм. До свидос. Кхм-кхм-кхм. Изи. Изи бой. Следующий. Есть ещё один муравей. Неплохо. Берём лошадку. Первым делом. После неё берём... Ээээ... Муравья, наверное. Муравей получает баф. Фураляем. Ещё один муравей. Ещё сверчок. Блин. Круто. Кхм-кхм. Я думаю, кого прокачать. Муравья или сверчка. Наверное, сверчка. Делаем небольшую рокировочку. Замораживаем обязательно муравья. И идём на следующую битву. На третьем уровне мы сможем получить существо третьего уровня. На третьей... На третьем ходу, точнее. Хм. Хм. Объединив муравьёв. О, у него тоже сильный билд. Пожалуйста, только не в рыбу. Ну, твою мать. Ладно. У нас есть мега сверчок. Я надеюсь, он затащит. Призываем сверчка. Он получает баф. Изи. Изи победа. У него ещё мёд был, оказывается. Пока идём без поражений, уже радует. Да. Тёрн три. У нас есть возможность получить сейчас существо третьего уровня. Поэтому объединяем наших муравьёв. Делаем ещё одного муравья и получаем существо третьего уровня. Да! Это билд на призывах. Это то, что нам надо. Получаем плюс один, плюс один барана. Баран призывает двух овечек... Точнее, овечка призывает двух баранов 2-2. И они ещё будут получать баф от лошади. Это мега круто. Так, капкейки мне не нужны, поэтому делаем рерол. Лебедь один три. Даёт один золото. Но это не подходит под наш билд на призывах. Но можно продать выдру. Но выдра усиляет всех, кого мы покупаем на плюс один... Плюс один. Но это нужно, чтобы были свободные слоты. Это не скоро будет. Да, давайте ещё рерол. О, боже мой. Паук это слишком круто. Паук призывает левел один пауков. 2-2. Давайте мы продадим выдру. Он призывает не пауков. Он призывает случайное существо первого уровня. В количестве 2-2. 2-2. Не, подождите. Призывает существо первого уровня. Тир 3. 2-2. Окей, понял. Берём паука. Паук бафается. Сверчка ставим чуть подаль. И наш билд готов. Это очень жёстко сейчас будет, чуваки. Я заморожу вот эту шнягу на всякий случай, если мы будем продавать муравья. А мы будем его, скорее всего, продавать. Всё, заканчиваем ход. Не продавать, точнее, а его пассивку давать нашим существам. Мега-сверчки. Команда на мега-сверчках. Которые будут усиляться при призыве своих копий. Из-за лошади. У него лошадь второго уровня, кстати. Достаточно неплохо. Но наш баран сейчас покажет всем. Потому что он сейчас ещё 2 овечки призовёт. И каждая овечка получит баф к атаке. Они, правда, будут умирать всё равно от одного удара. Но, тем не менее. У нас есть ещё сверчок 3-4. Барсук. О, боже мой. Барсук, по-моему, наносит урон и своим, и чужим. Да. Но мы побеждаем. Изи. Билд чисто на призыв у нас получается. Лошадей бы, блин, мне хотя бы. Блин, есть ещё один этот... Может, за одну монетку купить... Пилюлю. Да, давайте мы убьём нашего 3-4-3. Ну, не того ты бафнул, чел. Не того. Так, полная фигня. Мне ничего из этого не нравится. Хотя... До того, как умирает, даёт двум существам сзади плюс один, плюс один. То есть пауку и овечке. Звучит неплохо. Блин, ну вот минус, конечно, лошади в том, что она даёт плюс один атаки до конца боя только. Поэтому нам нужны существа на призыв. Говно. Бобра купить, что ли? Не нравится. Ещё один сверчок. Почему бы нет сверчок второго уровня? Додо, ну такой себе. Бобёр, комар. Это всё фигня. Мне это всё не нравится. Мы пока не будем продавать одного из сверчков. По понятным причинам. Ставим самого... Окей, я тебя понял. Хе-хе-хе. Я опять случайно мискликнул. Бывает. Сейчас мы проиграем из-за этого, я говорю. Ладно, сверчок будет танком. Ну, мы здесь проиграли. Это уже вижу я. Слишком огромные рыбы. Я не знаю, чё нас может спасти ёжик. Ну, улитка такой себе, конечно. У него слишком много хп у существ. Мы тупо не затанчим. Хотя, не, смотрите-ка. Ничья. При ничье никто не теряет жизни. Если чё. Хе-хе-хе. Дроу. Окей. Хе-хе-хе. Так, собака. О, отлично. Билд на призыв работает с собакой. Тогда спрашивается, нужна ли нам черепаха. До того, как умирает, накладывает арбузную броню на существа сзади. Блин, ну я хочу. Я хочу собаку. Давайте я пока не буду брать собаку, но потом её возьму. Салат мне сейчас особо не нужен. Хотя, бафать надо. При получении урона даёт, наносит два урона случайному противнику. Ну, такое себе. Не нравится. Не, не хочу этих существ. Ёжик есть и есть лошадь. Ну, берём лошадь, наверное. Лошадь надо качать. Ещё сверчок. Окей. Барсук у нас, вот как раз, мерзкое существо. Оно наносит... До того, как умрёт, наносит 50% своего атак дэмэджа... Чув... Существу спереди, сзади противника и своему. Или первому существу противника. Ну, короче, существам вокруг, видимо, наносит урон. Так, сверчок мне нужен, наверное. Я рероль, но ещё раз. Здесь меня особо ничего не интересует. Я хочу на призыв чё-то. Я хочу реально существенно призыв. Поехали. У нас сейчас собака будет бафаться жёсткая. О, боже мой, огромная свинья. Окей. Но у него не бафнута эта фигня. Хоть что-то меня радует в этом плане. О! Черепаха! Арбузный щит на овечку получается. Да-да-да. На-ха, ваншот! Ну, мне кажется, мы сейчас проиграем просто. Но собака отжирается, как видите. Собака отжирается при призыве. И благодаря собаке мы выигрываем. Отлично. Интересно, собака, она получает бафы до конца хода или вообще навсегда? Нет, только до конца битвы. Или нет? Или она получает... Видимо, она получает бафы только на время битвы. Ну, мы можем ещё опнуть сверчка. Мы можем прореролить. Или салат, может быть, использовать, я вот думаю. Если он прилетит на овечку или на паука, будет неплохо. Ну, блин, предметы такая шляпа, на самом деле. Я хотел бы лучше бафать как-то. Можно вот, кстати... Блин, но нет. У меня все слоты заняты. Ну, ещё одна лошадь. Да, почему бы нет? Петух. Петух четвёртого уровня. Это как раз то, что нужно нам на призыв. Возможно, отказаться от собаки стоит. Либо же от паука. От сверчка пока не хочу. Он слишком жирный. Давайте я откажусь от собаки. Мне не очень понравился её боевой клич. И я бы хотел взять паука... Этого... Петуха. Петух звучит как план, на самом деле. Да, чисто четыре существа на призыв у нас получается. Ну, звучит неплохо. Теперь надо их как-то откормить, чтобы они не наносили два урона, а били посильнее. То есть, возможно, сейчас мне уже салаты пригодятся. Я на всякий случай его заморожу, мало ли я его буду использовать. Тем более, даже если он прилетит на петуха, это будет отлично. О, боже мой. Что это за огромные статуи? На, получай. Арбузная броня. Не очень хорошо. Точнее, совсем не хорошо. На, кузнечиком тебе. Блин, у него слишком жирные существа. Вы просто посмотрите на эту дичь. Ну, давай, петух, тащи, покажи, на что ты способен. Но, блин, петух, у него чесночная броня на этой дурацкой рыбе. Это очень плохо. Ну, конечно, блин, ты еще и попадешь в эту шнягу. Давайте, цыплята. Но мы проиграли здесь в любом случае. Слишком сильный билд у противника. Очень жирная рыба. Да, мы получаем три урона. Ну, нифига себе, три урона сразу. Жесткая. А, боже мой. Я не знаю, что меня может здесь спасти, честно говоря. Неинтересно. Жирафом бафать? Но, блин. Сверчка может купить. Да, я, наверное, еще одного сверчка куплю. Возможно, сверчка стоит забафать с помощью чеснока. Я вот думаю. Да, давайте я рискну. Типа, я потрачу на это золото, но... Я хочу. Блин, а если бы был не петух, а собака, мы могли бы, может быть, даже и выиграть. Ну, и, конечно, приходит олень, как только я забафал сверчка. Он тоже на билд, на призыв подходит. Мы можем заменить паука, в принципе, на оленя, как вариант. Тем более, паук у нас не раскачанный. Да, звучит как план. Давайте закончим ход пока что. А, да. Ну, кстати, кит здесь не ошибка, на самом деле. Но он будет призывать существа первого уровня. Если я продам сверчка, то можно будет взять кита. Да, давайте я заморожу китай, я подумаю, что можно с ним сделать в следующий ход. Поехали. Пока попытаемся так победить. Пингвина почему-то он поставил на первый слот. Непонятно зачем, но окей. О, как больно. Но у меня больше существ я здесь выиграю, мне кажется. Я не уверен, конечно, но... Овечка! Серьезно, блин, ему так не повезло с овечкой. У меня сейчас еще два барана призывется, которые получат баф от лошади. Блин, но он тоже призывает существ. Плюс еще два барана. Сюда. Блин, ну паук иногда тащит, конечно, жестко. Победа! Хорошо. Бафает существ второго и третьего уровня. Он будет бафать лошадку и сверчка. И стоит ли мне вот сейчас в таком случае тогда продавать сверчка? Я вот думаю... Я бы не хотел получать, наверное... В начале битвы проглатывает союзника. И реализует его обилку, если он первого уровня. То есть на сверчка это не будет работать. Он не призовет сверчка. Это будет работать на баранов. Или он... Подождите, он проглатывает того, кто стоит спереди? Или того, кто проглатывает... Проглатывает того, кто стоит сзади? Блин, но паук так жестко танчит, на самом деле. С ним так везет. Я бы хотел вот так вот сделать. Давайте я рискну сейчас и сделаю странный ход. Я продам паука, я продам сверчка. Да, кстати, есть существо второго или третьего уровня. Оно продается за 2 и за 3 голды. Соответственно. По-моему, кит проглатывает существо, которое стоит спереди. Если я не ошибаюсь. Ну вот, я думаю, блин, может петуха продать и купить пингвина, а? Но он будет бафать только лошадь. Нет, мне это не подходит. О, неплохо. Берем обоих. Да, и в принципе, блин, зачем я все время замораживаю салат, если я его не планирую использовать? Давайте я просто забью на салат, типа пофигу. Окей. Итак, проверим, будет ли призываться сейчас автобус с китом. Хм. И зря я, наверное, опнул оленя. Но второго уровня его не надо опать уже. Да, проглатывается олень, появляется автобус, который бьет 5-5, даже 7-5 двух ближайших противников. Господи, это дурацкая рыбаёж, конечно, капец ужас какой. Да хватит уже стрелять в моих существ. Только не в овцу и не в петуха, пожалуйста. О, я убил её, я убил её совершенно случайно, офигеть. И мой автобус прокачивается. Блин, прикольно, автобус тащит в этом плане. Две овцы. О, мы выигрываем, что ли, здесь? Походу, да. Да, мы выиграли. Еле-еле, но выиграли. Ха-ха-ха, окей. Вот, кстати, жёсткий чип был. У него было 5000 очков, то есть он нафармил себе на... Штуки-дрюки. У нас разблокировался пятый слот под персонажей. Давайте думать, чё продавать. Когда кнопкает противника, получает плюс 3, плюс 3. Неплохо для раскачки, но это не для нашего билда на призыв. Можно сразу оленя сейчас с триггерей. Но нам нужны призывы. Нам нужны призывы, поэтому нет. Неплохо для раскачки, но... Это нужно будет постоянно его кормить едой. Хотя в некотором роде он даже лучше, чем лошадь. Не, лошадь она действует во время битвы, поэтому нет, это не подходит нам. Корова есть. Можно попробовать продать... Я даже не знаю. Жалко, что баран при усилении не призывает более улучшенной версии. Но я могу его сейчас бафнуть. С помощью шоколада. Петуха тоже хотелось бы прокачать. Получаем кошку шестого уровня. Еда, которая даёт жизни и здоровье... Ой, точнее, атаку и здоровье удваивает эффект. Это, кстати, неплохо в нашем билде, но... Чего-то не хватает нам. Хм... Блин, возможно, оленя придётся продавать. Либо качать кита каким-то непостижимым образом. Пока, наверное, просто продам всё. Так, эту шнягу я заморожу на всякий случай. Если мы проиграем, мы получим бафы. Хотя мне её некуда ставить с другой стороны, да. Я чувствую, мы здесь быстро проиграем, потому что мне не приходят никакие жёсткие прям темы. Уменьшает в начале боя, уменьшает существо с самым высоким здоровьем на 30%. Уменьшает его здоровье. Блин, опять этот кнок-аут, а? Так... Это намного лучше. Я скажу вам, это намного лучше, чем лошадь. Если мы ещё и удастся нам раскачать индейку, это будет имба. Бизон. Ну, нужно существо третьего уровня, у нас таких нет. Бизон нам не подходит, сто процентов. Но мы можем, допустим... Дать всем существам плюс... Да, давайте. Всё равно мы не будем, скорее всего, сейчас никого призывать. А так мы дадим всем существам навсегда плюс два, плюс два в магазине. Точнее, плюс два, плюс один, да? Или плюс один, плюс два. Неважно. Завершаем ход. Кита! Хочу кита! Хочу кита! Повысить ему уровень. Ну, нифига себе, конечно, у вас там свинья. Ладно, у меня два автобуса есть, я хотя бы первых двух его огромных существ могу дамажить сплэш-дэмэджем. Два раза. Давай, автобус, тащи. Отлично. Блин, но у него ещё этот долбанный дракон, конечно. Шесть-семь овечки. Здравствуйте, как говорится. Победа! Изи! Индейка тащит. Плюс 4-4. Нормально. Индейка топ. Надо индейку качать по-любому. Индейку качать, это вообще круто было бы. Акула. Акула очень крутая в нашем билде. Но индейку заменять на акулу или петуха я не хочу. Эту фигню размораживаем, она нам не пригодилась. Можно чесночную броню дать киту, но у него атаки нету. Мне нет смысла, чтобы он долго умирал. Но мы хотим дать киту... Что даст на втором уровне этот челик? Блин, тут нельзя посмотреть это. Наверняка есть какой-то бестиарий. Да, вот видите, лапка есть. И мы можем посмотреть, что дается... Что делает у нас кит на втором уровне. Так, где кит? Ищем кита. Какого он вообще уровня этот кит? Третий не вижу. Четвертого, может быть? Да, четвертого, вот он. Проглатывает левел два существа. Да, нам нужен кит. Мы должны его качать. Я тогда смогу прокачать оленя. Понимаете, в чем прикол? Так, подождите. Мне еще может пригодиться улитка. Я, наверное, повременю с этим. ЧЕРЕПАХА Но нет. Белочка, она дает... В магазин одну еду, когда ты ее продаешь. И типа дает еще золото дополнительное. Но это не подходит нам. Давайте еще реролл. О, да. О, да! Блин, хотелось бы взять обезьяну, честно сказать. Обезьяна дает плюс два, плюс три. Мы можем нашего оленя раскачать, капец как. Но придется продавать петуха. И наш билд на призыв станет не таким сильным. Но нам нужно раскачивать оленя. Я рискну. Я рискну и продам петуха. Я понимаю, что у меня будет меньше призывов. Но я буду качать оленя. Оленя 4-5, и он будет качаться с каждым ходом. Ну, конечно, огромный мамонт. Ну, у нас 7-8 автобус! Двойной урон! Отлично. Блин, он дал 7 бафов, и это плохо. Ну, ничего, сейчас у нас автобус будет. Который должен вынести этого паука с одного удара, и еще и овечку за него. А, нет, у овечки, видимо, тоже... Какой-то баф был. Но мы здесь можем проиграть, потому что у него сейчас тоже будет 2 овцы. И там лошадь огромная под конец. Немножко не хватило нам для победы. А, у него еще и обилка оленя на автобусе. Понимаю. Получаем 3 урона. Что я могу сказать? На, нахрен! Но 7 побед тоже неплохо, на самом деле. Обезьяна. Угу. Угу. Блин, а я же улитку сделал, а? Зараза такая. И я не могу сейчас ничего продать. Только обезьяну могу продать. Но я на нее уже вложился, мне так в лом ее продавать. Я, наверное, проигнорирую баф улитки. Да, это не совсем верно, но... Можно было, кстати, дать пилюлю оленю. Он бы призвал автобус, и я бы автобус бафнул на воскрешение. Это было бы круто. Но что-то я протупил с этим моментом. Можно взять попугая. За... Вместо индейки. Либо вместо... Кхм-кхм. Либо вместо... Этой. Обезьяны. Тоже как вариант. Блин, ну хочу обезьяну прокачать. Ладно, рирольну. Не буду уж качать... Чесночную броню дать оленю. Либо киту. Подумаю. Эффект еды удваивается. Это мне не особо интересно. Хотя, если будут приходить жесткие бафы, не на рандомных, а на... Таких существ. Давайте чесночную броню дам оленю. Поехали. 6-8 оленя уже. Нам надо его как можно сильнее раскачать. Возможно, иду даже в магазине на него тратить. Блин, ну арбузная броня. Ну, конечно. Это гораздо сильнее, чем моя броня. Так, на тебе автобусом со сплэш-дэмэджем. А у меня сейчас еще один олень проснется. Ну, блин, автобус не заваншотит этого гребаного верблюда. Но у нас есть овечки. Если чё. Ну, блин, овечки так мало урона наносят. Вот сейчас уже нет. Блин, и мы проиграем здесь. У него еще и сплэш-дэмэдж есть. Отстой. Господи, этот кабан? Что это вообще за кабан? Окей. Обезьяна второго уровня берем. И получаем змею. Ну, такое себе. Рандомным дает. Блин, мне не нужно рандомным. Мне надо не рандомным. Конечно, есть яблоко 1-1. Но, блин, 1-1 это такое себе. Зачем я не разморозил улитку? Я же не хотел использовать ее предсмертный хрип. Еще одна индейка. Отлично. Получаем леопарда. И есть мамонт еще. В начале битвы наносит 50% урона рандомному противнику. Но это не на призыв билд. При смерти дает всем друзьям плюс 2-плюс 2. Но это тоже не совсем нам подходит. Можно тупо мед навесить на кого-то. Не, не хочу. Это неплохо, но, опять же, не совсем. Вот этот кабан. Я первый раз его вижу. Когда атакует, получает плюс 4-плюс 2. Ну, нифига себе. Жесткий тип. И сам еще 12-7. Это, конечно, под едой, но все равно это очень неплохие статы. Но у нас билд на призыв нам, кабан, не подходит. Так, это замораживаем. Арбузная броня будет лучше чесночной брони. Червяка раскачивать уже поздно. А, такое себе. Слушай, меня не интересует, как я и говорил. Ну, в общем, проигрываем, проигрываем, выигрываем, выигрываем. Все просто. Но у нас слабенький билд получился. Нечем было бафать ни овцу, ни оленя. Ну, блин, ну, конечно. 41-47 гребаный осел и чувак, короче, который играет в игру уже дофига лет. А-а-а-а, какой боль. Ну да, мы здесь проиграли. Мы здесь уже ничего не сможем сделать против такого лебедя. Как он вообще его раскачал до третьего уровня, я не могу понять. Овечки 8-10. Но даже это не помогает. Ну да, мы проиграли. Ладно, давайте мы еще раз сыграем. Мне билд на призыв что-то не очень зашел, как-то статов мало у персов. Надо делать билд какой-то, я не знаю, на урон. На урон, на здоровье, то есть раскачивать статы персонажам. Мы можем кастомайз купить, шляпу себе. На 110 очков, в принципе. Че мы хотим? Можно купить ковбойскую кепочку. Давайте ковбойскую купим. Тут какие-то жесткие чуваки играют, которые уже играют в игру миллион лет. Пик по существам, конечно, такой себе. Будем брать свинью? Да, давай. Почему бы нет? Опять мне заставляют собирать билд на призыв. А я не хочу. Я хочу продать секс своих существ, которые у меня сейчас есть, и сделать что-нибудь посильнее. Но мне нужно будет на следующий ход что-то призвать. Давайте я возьму временное решение на билд на призыв. Но мы сейчас, скорее всего, проиграем. Так. Джоли компьютер скачу. Скорее всего, мы сейчас проиграем. Свинья должна втанковать, точнее, нанести максимальное количество урона. Но, блин, у него расстановка более удачная в этом плане. Ну, не туда. Хотя, тут без разницы, в кого стрелять, он бы никого не убил. Ну, да, как и говорил, здесь мы проигрываем. У нас слабые существа пришли на первый ход. Надо было, возможно, рерольнуть и, типа, да. Но мы теряем всего одну жизнь из десяти. Поэтому пока это не так, чтобы важно. Так, продаем эту хрень, потому что она меня бесит. Затем покупаем эту шнягу, покупаем эту шнягу, покупаем эту шнягу. Реролл. Пока замораживаем и делаем еще пару рерлов. Полная хрень. Окей. Я не собираюсь оставлять у себя бобра на следующий ход. Хотя я могу его разбафать. Мне придется шесть голды потратить на следующий ход чисто для призыва существ. Давайте я сделаю вот так. Типа я не хочу качать лошадь. Мне это не очень интересно пока что. Нафиг эту лошадь? Хм. Хе-хе. Блин, ты не туда немножко воюешь, Чуэл. Не в ту сторону. Но мы здесь выиграем. У чувака, видимо, тоже был не идеальный далеко билд. Тоже ему с существами, наверное, не повезло вначале. О, можно сделать триплет этой чели, этого паучка. Без комментариев. Мне дали одно из самых отвратительных существ за три, третьего уровня. И это с нами сыграет злую шутку рано или поздно. Давайте вот так сыграем. Если мы сейчас проиграем, в принципе, улитку можно будет реализовать как-то. Не совсем же она будет бесполезной. Я вообще хотел бобра продать, но что-то пошло не так. Хе-хе-хе. Да, мы здесь, скорее всего, проиграем. Или нет? Да, мы проиграем и получим бафы с существом на следующий ход. Минус два хп. Не страшно, в принципе. Так, ну и давайте как-то усиляться, я не знаю. Нужен ли нам сверчок? Он неплох. Не более того. Нам комар нафиг не нужен, по сути. Можно его сразу продать. Я продам лошадь. Хм. А, типа, ну... Господи, какая шляпа. Че я наделал вообще? Хе-хе-хе-хе. Сделаем вот так. И... Короче, какая-то полная фигня. Я полную фигню сделал, но, типа, ладно, пойдет. Хе-хе-хе. Я не хотел качать сверчков у муравьев в начале боя. Но ничего не поделаешь. Пока будем так отыгрывать. На, получай. Не туда. Я тоже, правда, не туда ударил. Ну ладно. Ну кого ты бафаешь? Он же сейчас умрет. Во, вот так вот надо бафать. Это совсем другое дело. Но, блин, мы все равно здесь проиграем. Блин, ну мне такие существа третьего уровня шляпные пришли. Это улитка, блин, дурацкая. Надо было, возможно, ее оставить, потому что, если бы мы проиграли, мы бы получили бафа. Я не хочу никому давать плюс два, плюс два. Но это шляпа. Я не хочу бафать этих существ, честно сказать. Но у меня нету нормальных существ. Блин, долбаный комар. Иди нафиг. Ты меня задолбал уже. Реролим. Да, блин, долбанный бобер. Ладно, давай сюда, бобра. Чтобы получить... О, отлично. Пойдет. Гиппопотама, сюда, пожалуйста. Дальше мы делаем с вами... Вот так. И мне бы не помешал лебедь. Да. Рерол. Неплохо. Я думаю, я оставлю эту шнягу, пилюлю. Тоже оставляем. Улитку. Блин. Мы проиграли, и поэтому улитка работает. Но я не могу ее нормально реализовать. Бобра мы продадим, скорее всего, на следующий ход. Нужна ли нам рыба фугу? Ну, типа, она неплоха, но, опять же, не более того. Разбафать мы ее все равно, скорее всего, не сможем. Да, и не буду ее брать. Пофигу. Хочу муравья третьего уровня. Хм. Не туда. Но ладно, пойдет. Плюс три, плюс три. Блин, отвалился. Ну, че, сейчас сверчок добьет рыбу. А бобер добьет барсу. Ничья. Ладно, ничья это... Я согласен на ничью. Блин, как же все плохо в этот забег. Плюс золото. Окей. Ну, и, конечно, блин, когда нужно, чтобы сработала эта фигня, она не сработает. Овечка, я не хочу собирать билд на призыв, поэтому досвидос. Ёжика. Сделать билд на ёжике. Давайте сделаем вот так. Я заморожу ёжика на всякий случай, если ничего не придет вообще интересного. Есть рыба, есть... Не, это будет лучше, чем ёжик. Теперь надо как-то бафнуть этого гребаного верблюда. Есть сверчок второго уровня. Окей, возьмем. Или мне продать сверчка на следующий ход. Я могу бобра продать с другой стороны. Да, кстати, черепаха мне пригодится. Сверчка можно будет продать и получить триплет. Как вариант. На следующий ход окей. Я думаю, это пойдет. Лошадь, барсук, нафиг идут. Поехали. Я, по-моему, сам себя перехитрил в этой битве, когда решил собрать билд на восстановление здоровья. Ну, конечно, два бизона, 8-8 и 9-10. Как же без этого-то? Ну, а у нас верблюд хотя бы прокачал нашего этого гиппопотама. Нормально наш гиппопотам бафается. Выносит одного из бизонов. Но сможем ли мы справиться с вами со вторым? Типа да. Типа да, мы выиграли. С трудом, конечно, выиграли. Еее, вторая победа. Мне бы хотя бы четыре сделать уже будет неплохо. Так, существа четвертого уровня, окей. Мне нужно сейчас бафнуть сверчка. Ну, конечно, мне приходит еще один сверчок, который мне нафиг не нужен, но типа окей. Мы продаем сейчас с вами вот эту шнягу или сверчка сначала продать? Давайте я продам сверчка. Я думаю, он мне больше не пригодится. Тем более мне нужно будет поставить... Так, продаем бобра. Вообще, в идеале, конечно, сейчас продать еще лебедя. Продать лебедя и типа... Гарантированно бафнуть гиппопотама и эту фигню. Хватит ли мне золота тогда расставить существ? Ладно, я рискну. Продаем бобра второго уровня. Он дает бафы нашему верблюду и этой фигне. Мы даем с вами, получается... Призываем корову. Получаем два стакана молока. Качаем гиппопотама. Плюс один, плюс два. Берем черепаху. Реролим. Берем, наверное, жирафа. Нет, замораживаем жирафа. Чесночная броня, как вариант. Тоже замораживаем, наверное. Либо сейчас использовать все. Есть кит еще. Давайте чеснок на гиппопотама. Блин, хотя надо было, наверное, не чеснок на гиппопотама, а на верблюда кидать. Че-то я протупил с этим моментом. Жирафа берем. Че-то фигня какая-то, да? Ну ладно, пока так сыграем. Черепаха у нас чисто бесполезна пока в отряде. Кид, я не думаю, что мне особо понадобится, поэтому я забью на него болт. Да, поехали. Играем чисто от гиппопотама. Белочка. Ее, кстати, проглотит кит. Не понимаю тактики противника, ну ладно. Есть арбузная броня. Это значит, что три раза у нас ударится этот челик. А, арбузная броня не дает бонус к здоровью. От верблюда. То есть нету никакого смысла ставить на верблюда арбузную броню. Только не скорпион. Спасибо. Ну гиппопотам здесь все вытончит. Вот это туша, блин. 31-26 нормальная тема. Черепаха, может быть, тогда и не так хороша на самом деле. Она не дает баф. И у меня все существа первого уровня. Это тоже не очень хорошо. Но у меня есть вот этот челик. Но он требует третьего уровня существа. Это я не могу никак сделать. Черепаха тогда идет нафиг, раз она не работает. Ее арбузная броня не работает с верблюдом. Этот чел был бы неплох, если бы у меня было хотя бы одно существо второго уровня. Но у меня их нет, поэтому реролим. Есть кенгуру. Ну как вариант, сделать как-то так. Но мне надо бафать гиппопотама с другой стороны. Как же плох пингвин. Блин, но нету третьего уровня. Ну ладно, будем качать кенгуру тогда, получается. Пока план такой. Поехали. Гиппопотам должен нормально разбафаться сейчас. Если не будет особо жестких противников. Черепаха не страшно. Вот скунс 12-12, это неприятно. Да ты офигел что ли, дельфин? Баф гиппопотаму. Блин, больно будет моему гиппопотаму. Но он хотя бы избавится от этой фигни. Но... Не, он не избавится, на нем был арбузный щит. Твою мать. Мы проиграли. Окей. Это было очень плохо. О, боже мой. Мне нужно бафать эту фигню. Это очень плохой ход, я понимаю. Какое же говно все, а? Корову уже нет смысла так долго держать. Надо ее менять. Она бесполезна. Посмотрим, что получится. Если сейчас не проиграем, то еще сыграем бой. Окей. Капец, на них на всех мед. Офигеть. Это билд на призыв, как я понимаю, полностью. Блин, как же он бафает, а? Но у него мало хп. Я буду каждый раз кнокать, и мой гиппопотам будет усиляться сильнее, чем они будут наносить урон. Это очень круто. То есть, по сути, мы должны здесь выиграть. Плюс у нас будет бафаться кенгуру очень жестко. Да, мы здесь должны, в принципе, затащить. У него, конечно, бафается собака, но... Ее бафы достаточно слабы. Наш гиппопотам танчит. И кенгуру танчит. Плюс на нас еще чесночная броня, они наносят нам вообще мало урона. Здорово. Гиппопотам 39, 29 уже. Уже 42, 31. Окей, мы выиграли. Хе-хе-хе. Сколько там гиппопотам у нас? 48, 30? Нормально. Окей. Почти проиграли, но не проиграли. 4 победы уже неплохой результат, на самом деле. Это я так себя успокаиваю. Так, продаем нафиг корову, она нам нафиг не нужна. Берем дельфинов. Гиппопотам. Как вариант. Но мне не хватает на шоколадку. Вот чем плохо. Я бы хотел чесночную броню еще на нашего верблюда. Еще дельфин, отлично. Отлично. Но если сейчас выживем, неплохо усилимся на следующий ход. Как вариант. Если выживаем, то типа неплохо усиляемся. О, боже мой. Олень с автобусом. О! Хе-хе-хе. Куда он выкидывает свои призывы, я не понимаю. Баф гиппопотама. Баф гиппопотама. Сейчас будет еще один. Но автобус, конечно, нормально так дамажит, да? Давай, гиппопотам, танчи! Не умирай ни в коем случае. Как же они бафают его. Точнее, не его, а существ своих. Как же больно гиппопотаму. Но он пока держится. Пока гиппопотам держится, все хорошо. Давай, танчи! Танчи, танчи, чел! Да это все фигня, чуваки. Изи вин. Хе-хе-хе. Нормально так атаку. Разбафал своему гиппопотаму, но окей. Викторий. Отлично. Тир-6 существа, окей. Так, я хочу прокачать дельфина. Получаем 6-6 змею. За 6 маны, точнее, змею. Хочу гиппопотама. Кабан, отлично. До атаки получает плюс 4, плюс 2. Так, будем ли мы замораживать змею или гиппопотама? Вот в чем вопрос. Этот по-случайному бьет. Мне это не нравится. Я не буду змею брать. А вот 10 урона чуваку с самым низким запасом здоровья, это неплохо. Мне кажется, мне придется отказываться от жирафа в скором времени. Но кабана надо разбафать. Я не могу пока это никак сделать. Ладно. А, да. Рероллы. Рерол. Неплохо. Либо носорог. Неплохо, неплохо, но... Даже не знаю. Можно гиппопотаму вместо чесночной брони дать двойной урон по двум союзникам. Но перец, он наносит только 5 урона второму противнику. Блин, ну... Эта штука хорошая, но она повторяет обилку только... Тем более, я не могу сейчас ничего купить. Поехали. Жирафа, видимо, скоро будем продавать. Чё-то он у нас не качается. Да и верблюд на самом деле какой-то тухленький. Тем более, он сейчас сдохнет одного удара. Нет, гиппопотам, живи. Ты не можешь умереть сейчас. Ты просто не можешь сейчас умереть. Да, он выжил благодаря чесночной броне. Отлично. Изи. С трудом как-то я выигрываю бои. Я вообще не понимаю, как это происходит. Но, типа, мне везет. 6 побед уже тем временем. Это уже неплохой результат. Стейк! Тут и стейк, тут и пицца есть. Это офигенно. Блин, знаете, что я сейчас делаю? Я продаю жирафа. Я беру, собственно... Гиппопотама. Стейк дает... На 20 больше урона. Я даю это гиппопотаму. И даю пиццу двум случайным существам. Не без разницы, кто получит. Главное, чтобы не дельфин. Отлично. Пойдет. Идеально. Также мы с вами замораживаем эту шнягу. И реролим на оставшиеся деньги. Есть гиппопотам. Отлично. Шоколадку замораживаем. Арбузную броню замораживаем. На всякий случай. И сделаем последний рерол. Если выживем, неплохо усилимся на следующий ход. Как вариант. Блин, жалко, что стейк только один раз работает. Но типа у нас сейчас мамонт наносит первым ударом 23 урона. Блин, у него еще воскрешение, блин, на этом скунсе. Да ты офигел моего? Так. А мы живы вообще? По-моему, мы не совсем живы. А нет, мы... Не, мы не живы. Не, мы живы. Отлично. Мы даже выиграли. Опять на тоненького. Чисто через последний удар гиппопотама. О, да. Так, теперь мы бафаем гиппопотама 100%. Мы бафаем верблюда. Мы повышаем уровень кенгуру. Получаем кота. Ну такое себе. И реролим. Пытаемся найти что-то на усиление. Такое себе. Ну, мы, скорее всего, проигрываем сейчас. У нас слабоватый билд. Мамонта бы, если бы раскачать, можно было как-то... Ну да, все, тут слив. Слишком уж... Ну, вы видите, статы противников, как бы. Тут даже, видите, обилка этого не срабатывает. Да, мы проиграли, к сожалению. Слишком... Слишком круто было. Для нас. Но 7 побед тоже неплохо, я считаю. Может, еще раз сыграть, а? Ладно, давайте самый последний раз сейчас играем. Чисто вот все. Это точно последний раз мы играем. Господи, какой трэш. Ладно. Какой ужас. Ну ладно. Мы можем взять лошадку. Мы можем рерольнуть. Я не думаю, что может попасться что-то хуже, чем то, что у нас есть. Я вот думаю, может, утку мне все-таки взять. Да, чисто, чтобы не потерять жизни в первом бою, можно взять утку. И я возьму комара. Потому что у него статы лучше, чем у муравья. Ну, понадеемся, что мы не сольем в первом же бою. Так. Innocent Godfathers. Окей. Невинные отцы. Ну, отличное название для команды. А у меня-то больше! У меня больше утка, чем у тебя. Блин, не туда выстрелил. Надо было в свинью бить. Но тут не важно, мы тут выигрываем. Виктори! Еще один комар. Так, так. И давайте еще бафнем сейчас с вами... Сверчка? Может, как-то так сыграть? Да, наверное, вот так сыграем. Окей. А, подожди. Рерольной. Отлично. Следующий ход можно будет получить существо третьего уровня. Поехали! Утка, тащи! Ну, каков шанс, что он попадет в лошадь? Ну, конечно, мои комары стреляют от бога. Ну, хотя бы мы... Тут и ему не повезло с попаданиями, и мне не повезло. Ну, а нафиг, как тебе такое? Че, не так-то круто, да? Две победы есть. Хорошо. Боже, да. Барашек. Барашек звучит как план. Опять билд на призыв? Мне не очень это нравится. Эээ, ладно. Прости, утка. Вот так вот сделаем расстановку такую. Да, пойдет. А, да, рерольнуть. Хрень. Хрень. Такое себе. Окей. Не верю я в свою команду пока что, но посмотрим. Мне кажется, в более поздней игре я просто буду сосать из-за того, что у меня низкие статуи у персонажей. Офигеть, у него еще эта фигня идет с бафами. На, нафиг. Молодец, правильно выстрелил. Призывается два говна, которая забафывается. Там арбузный щит, блин, на комара. Это очень плохо. Но хотя бы овечка его убивает. Это неплохо. Плюс две овечки. 4-2. Неплохо. Ну и мы выигрываем. Отлично. Пойдет. Я доволен. Хм. Ну че, получаем, наверное, комара 3-го уровня, я думаю. Точнее, 2-го уровня. Плюс триплет барсук. О, боже мой. Это так плохо. А, боже мой. Я не хочу брать барсука. Нафиг барсука. Не хочу. Это слишком жестко для меня. Это тоже не подходит нам. Боже, ну че за говно, а? Хотя вот с барсуком и павлином могло бы быть комбо. Или не только с барсуком и павлином, а, допустим, еще со слоном, с этим... Со сплэш-дэмэджем каким-нибудь там. Не нравятся мне эти существа. Паук пойдет. Паук пойдет. Господи, какое говнище. Ну ладно. Окей. Мы будем доминировать в начальной игре, но к середине игры, когда мы дойдем где-то до 5 побед, мы начнем жестко сосать, я вам говорю. Ну опять же, этот фон, это чуваки, которые задонатили в игру дофига. Блин, там еще и муравей вот этот 6-5. О, отличный выстрел. Я теперь ваншотну его муравья. Отлично. Блин, ну почему именно... Почему именно жирафа ты бафнул, которого только что призвали? Так, плюс 2 призыва. Блин, ну там арбузная броня идет в следующем. Это плохо. Слава богу, ты убил эту фигню. О, выжила овечка. У нас есть шансы на победу. Да, у нас сейчас будут 2 овечки 4-2 и мы выигрываем. Но это, скорее всего, последняя победа, либо предпоследняя. Потому что дальше мы начнем сосать жестко. Из-за того, что у нас статов не будет хватать для пробития противника. Я не хочу брать ежа. Ешь, это слишком рискованно. Тем более он убивает двух моих существ. Не хочу ничего из-за этого. Даже улитку не буду оставлять. Мышь! Я не люблю мышь. Давай паука сюда, я не знаю. Собаку бы поставить, но пока некуда. Не хочу продавать второго уровня москита. Он хорош. Можно попробовать рыбу вкачать. Но маловероятно, что мы найдем еще одну копию. Да, вот лучше еще одного барана взять. Поехали. Скорее всего, сейчас уже будет проигрыш. У нас нету сильных существ, но у нас много мелочи. Хе-хе, нормально ты бафнул. Екс, хорошо. О, верблюд неплохо. Тем более верблюд сейчас еще и баф комару даст. Неплохо, неплохо. Комар убивает двоих существ. А нет, одного. Тут дурацкая арбузная броня. Но у нас еще куча призывников есть, поэтому... Блин, его вот этот барсук, он заруинит мне сейчас в конце катку. Долбаный барсук. Барсук все испортил, да? Или нет? Или он не всех убьет? Он, по-моему, только одному наносит урон, да. Мы выиграли. Отлично. Но вот это уже точно была последняя победа. Мы больше не сможем так долго жить с вами. Надо будет что-то думать. Сверчок, качать сверчка, ну такое себе на самом деле. Он очень слабый у нас. Москита продавать сразу же тоже не очень хотелось бы. Он сильный. Но мне здесь ничего не нравится, надо реролить. И, о, есть лошадка. Потрачу деньги. Опять сверчок. Да что ж вы мне этих сверчков-то пихаете? Давайте я заморожу его на один рерол или на два. Есть лошадь третьего уровня, отлично. Есть москит. Есть или улитка. Я все заморожу здесь. Потому что сейчас, я чувствую, мы проиграем. Ой, боже мой. Боже мой. Зачем я москита заморозил? Я же его продать хотел на следующий ход. Мне надо усилять. Мне надо более мощных существ. Видите, какие уж жирные пошли. Ну да ладно. Не бей моего паука. Блин, попал прямо в сверчка. Офигеть. И его баф не сработал. Отвратительно. Улитка. Здорово. Но ты мне бесполезна в нынешней ситуации. Ну да, мы здесь проигрываем. По понятным причинам. Ох уж эти блоуфиши, блин, миллион-миллион. Мне нужно срочно перестраивать колоду. На более сильных существ. Так, мы продаем москита. Мы покупаем себе лошадь. О, неплохо, кстати. Скорпион, но без бафов он, конечно, не так силен. Я понимаю, что я сейчас делаю полную фигню, но... Эти существа мне уже не нужны. Возьмём ещё вот так. Есть овечка, отлично. Отлично. Попробуем перестроить на жирный билд. С призыва. Скорпиона на первый слот. Улитка пока потанчит немного. Ну, поехали. Ну, я чувствую, мы здесь почти дошли до нашего лимита. Мы слишком медленно раскачиваемся. Это очень плохо. Ну, извини, тут ваншот. Кенгуру. Блин, у него петух. Петух очень силён. Тем более, там ёж убьёт наших овечек. Он почти сам себя убил, кстати. Если бы не было чесночной брони, то он бы проиграл. Точнее, была бы ничья. Блин, одноразовый, конечно, скорпион, такое себе. Но у нас есть буйвол. У нас есть буйвол. Мы можем продать улитку. Взять буйвола. Ну, это копирует только обилку одного существа, да? Можно было, кстати, яд скопировать, как вариант скорпиона. На четыре больше урона получает. Наносит, точнее. Качаем носорога. Продаём паука. Покупаем пингвина. Качать овечек, конечно, такое себе, но пусть будет. Перестраиваем билд с призыва на жир. Не знаю, успеем, не успеем. Типа, но... Выбора особо нет. Возможно, коняшку не стоит продавать. Блин, ну почему именно четыре... Денадцать три, блин, слон на первом слоте? Он же ваншотнет моего бедного носорога. Офигеть. Вот это комбо. Ещё и прямо в буйвола два раза. Вот ты засранец-то. Случайного противника. Ему повезло ударить случайно два раза в первую цель. В единственную возможную. Понимаю. Давай, в пингвина и ещё, допустим, в кого-нибудь ещё. Ой, боже мой. Я почти выиграл. Если бы мне не повезло так... Не не повезло так сильно, и он бы не ударил два раза, блин, моего носорога. Точнее, в буйвола. То, может быть, что-то можно было и сделать бы. Черепаху давайте. Ммм, чё ещё? Блин, пингвин сейчас будет качать только грёбаную эту. Только грёбаную лошадь. Ну, это для билда на призыв. Мне это уже не подходит. Окей. Есть пингвин второго уровня. И две шоколадки. И черепаха. Блин, я это всё не смогу реализовать. Тут пять предметов, а у меня только десять золота. Я только три предмета смогу купить, если я выиграю, конечно. А я не выиграю, скорее всего. Хотя, может быть, мне повезёт. Блин, слон выжил с одним хп. Это очень плохо. Но хотя бы он убивает моего этого... Точнее, врага этого. Но, блин, мы здесь проиграем, скорее всего. Нас убивают одно из животных. Ничья, что ли? Да не, не ничья. Он же ещё этих призовёт своих цыплят. Блин, ну вот так всё хорошо начиналось. Ну, я говорю, нам просто жира не хватило. Мы должны были либо оставаться на призыве, либо играть ещё. Блин, это было быстро. Давайте ещё раз. Последний, пятый раз играем. Ну, это уже точно будет финалка. Как же плохие существа. Ну, повышать уровень рыбы, я не уверен, что у меня получится. Давайте вот так и рерол. Ладно, меня заставили взять рыбу. Но мы проиграем, скорее всего, первый наш бой. Ладно. Ээээ... Картоне... Фрайс. Ха-ха-ха-ха. Окей. Ну, если все забафы на рыбу прилетят, может быть, что-то и получится сделать. Ничья. В любом случае здесь ничья. Как бы забафы не прилетели, ничья. Ну, это неплохо. Но и нехорошо. Так. Господи, какое говно. А, выдра. О, боже мой. Я сразу рерольну, потому что... Окей. Я вот думаю, нужен ли нам сверчок. Я не хочу играть на призывах. Мне это уже не очень понравилось. Есть третья рыба. Отлично. Ещё один муравей. Ещё один муравей. При смерти кого-то одного из моих союзников. Сверчок 5-6. Понимаю. Как же хорошо прилетают бафы. Отлично. Пойдёт. Ну и мы здесь выигрываем. Рыба хороша. Под бафами. А без бафов так себе. Давайте мы будем качать рыбу. Так. Существо третьего уровня. Баран. Окей. И реролл мне, пожалуйста. Блин, надо было пилюлю заморозить. Чё-то я протупил. Мне здесь ничего не нравится, поэтому просто идём на следующую битву. Вперёд, моя армия! О, боже мой. Долбаные комары. Только не в одну цель, пожалуйста. Да, только не ещё раз него. Спасибо. Да блин, ну твою мать! Не туда. Опять баф прилетел, как обычно. Додо. Мы выигрываем? Да, мы выигрываем. У нас плюс две овечки. Но опять же, мы на старте выигрываем, но мы проигрываем в лейте. Через эти призывы. Меня в этом... И опять мне дают существенно призывы. Понимаю. Боже мой. Ладно. Я вас понял. Вы так хотите, чтобы я играл на призывах? Ну чё, пацаны? Левел три рыба. Не, это очень плохо. Лебедь это неплохо. Неплохо. Но нет. Да, это левел три рыба, чуваки. Окей, хорошо. Она даст плюс два, плюс два всем при... Ну, кстати, двум овечкам дать плюс два, плюс два, это очень даже неплохо было бы. Но я не хочу на призывах чисто собираться. Ну вот почти не хочу. Ладно, мтерн. Блин, может павлина взять? Но его надо бафать опять же. Это такое себе. Ладно, закончу пока. Поехали. Мега... Мега муравьи? Блин, у меня убивает этот челик моего муравья. И сам не умирает. Ну хотя бы баф куда надо прилетел. Давай в овцу. Спасибо. Много овец не бывает. Чем больше, тем лучше. Больше. Лучше. И мы выигрываем опять. Но это пока. Я говорю, вначале выигрывать достаточно просто. Если ты играешь через призыв. Но под лейт призыв становится говном. Вот в чем проблема. Так, качаем рыбу. Кенгуру неплохо. Но для него нужно жирное существо. Можно рыбу качать с помощью жирафа. Но тогда нужно будет объединить муравьев. К примеру, да. Еще один лебедь. Меня прям лебедя заставляют взять, но нет. Я не поведусь на это. Ясно, я вас понял. Блин, почему существа повышенного уровня таких слабых не дает? Ладно, окей. Я пока его заморожу, но типа... Отлично, рыба третьего уровня. То, что надо. Когда союзник впереди умирает, получает плюс один атаки и арбузный щит. Но его опять же тоже надо качать, а это не очень мне нравится. Сейчас мы скорее всего проиграем, но типа пофигу. Поехали. У нас просто одного существа не хватает в отряде. И пик достаточно слабый. Ну, нашел, конечно, куда выстрелить, братан. Вот сейчас бы, конечно, было бы неплохо, если бы баф прилетел во... В этого... Во второго муравья. Блин, креветка 4-5, офигеть. 6-6. Мы проиграли. Креветка 6-6. А как она бафнула себе атаку, я что-то не понял. А, благодаря муравью, точно. Ах, как все печально. Ну... Не, подождите. Хочу ли я так этого скунса, блин? Наверное, нет. Да вы что, издеваетесь, что ли, а? Какие нафиг три рыбы? Да опять этот скунс, да ты издеваешься? Так, ладно. Нафиг мне ваши скунсы, вы задолбали со своими скунсами? Да ты что, издеваешься? Я не хотел их объединять. Блин, я случайно мискликнул. Молодь, стой. Так, ладно, возьмем оленя. Капец, у меня муравьи, конечно, жесткие. Но это муравьи. Зачем я их так забаффал? Наверное, чувак такой смотрит сейчас и думает, что он собирает вообще? Так, баф муравья, окей. Только не в собаку. Ну, твою мать! Не туда опять, не туда. Так, скунсик умирает. Ничья, скорее всего, да? Если сейчас не будет что-то с призывами. Да. Ничья, окей. Как все плохо. Так, секундочку. Билд на червяке. Билд на червяке. Так, ну, во-первых, делаем вот так. Чтоб нам места хватило. Прости, второй муравей, ты был силен, но... Но нет. Берем червяка. Берем оленя. Бафаем оленя. Ставим оленя на первый слот. Хотя, хотелось бы, конечно, вот так сделать. Нужен ли нам баран? Ну, типа, пусть будет пока что. Я все равно его потом, скорее всего, заменю. Потому что мне призыв не особо нужен. Да, пилюлю сохраня... А, я могу ее прямо сейчас использовать. Но тогда у меня будет минус слот. Да, я не хочу терять 9-8. И получать минус слот. Вообще, хочу ли я избавляться от муравья 2-го уровня? Я сомневаюсь. Нужна ли так мне эта овечка 3-го уровня? Я думаю, нет. Не, пилюлю я все равно рано или поздно заюзаю. Окей. Постараемся сделать билд на червяке. На червяке под черепахой. Но я, опять же, не успеваю по времени это все сделать. Ну, поехали, че. Фламинго 8-6. Но он хотя бы умирает, окей, да? Блин, долбаная овца сейчас размножится. Будет не очень хорошо. Блин, а этот еще и овцы убивает. Отвратительно. Их лошади бафают неплохо так. А у него 2 овцы, между прочим. Но мы выигрываем. Наша рыба затащила 3-го уровня. Так. Ну, давай думать. Блин. Блин. Пингвин пришел. Надо было овечку оставлять. Ну, ладно. Мы можем сделать мега овцу, чуваки. Да, давайте мы убиваем... Блин, хотя... Да, мы убиваем этого челика. Не туда. Ну, ладно. Пофиг. Пойдет. Будем бафать рыбу. Дальше мы берем с вами арбузный щит для... Так, кормим червя. Я хочу пингвина. Хотя нафиг не пингвин с другой стороны. Зачем я сейчас золото потратил, если я хотел черепаху купить? Ладно, черепаха, план отменяется. Кит. И еще одна овечка пойдет. Пингвин билд. Пингвин билд на рыбе, на овце и на червяке. Окей. Блин, а все равно две овцы появятся, зараза такая. Ну, мы хотя бы ваншотним этих овец с помощью... Так. У него там барсук 15-18. Как я его буду убивать? Да, ничья. Барсук же сейчас еще нанесет урон пингвину. Ну, ладно, ничья так ничья. Меня устраивает. На самом деле нет, но ничего не поделаешь. Так. Отличный ход был, я считаю. Неплохо. Неплохо. О, да, это нам надо. Это нам 100% надо. Придется от чего-то отказываться. От какого-то зверя. Возможно, от пингвина. Ну, а это, чуваки, билд на черве. Окей. Ну, поехали пока. Билд на черве звучит как план. Сделать просто мега-червя какого-нибудь огромного. Опять? Опять барсук, опять овцы. Где-то я это уже видел. Случай, не тот же самый игрок. Ха-ха-ха. Нет, выдра, ты не пройдешь. Ты не пройдешь! Ну, блин, опять ничья, что ли? Вы что, издеваетесь? Да, видимо, опять ничья. По-моему, это тот же самый чел, с которым я играл в предыдущем матче. И мы опять разменялись ничью. Окей. Так, двойной урон. Неплохо. Нам надо от чего-то избавиться. Скорее всего, от пингвина. Прости, пингвин. Ты, конечно, неплохие бафы давал овце и рыбе, но... Мне нужна... Корова. Корова мне нужна, чтобы забафать червя. А вот теперь можно и попробовать наролить себе... О, да. Ну, это три рандомным даст. Ну, ладно, тоже пойдет. Сто процентов. Это тоже может пригодиться. Ну да, поехали. Чуваки, будем все вкладывать в червя. Я не знаю, может провезет. Я хочу мега червя. Хочу червя, блин, 50-50. Окей. Блин, у него мамонт. А у меня как раз мелкие существа. Это очень плохо. Не мамонт, точнее, этот, как его... Как все плохо. Господи, это ж сволочь отжирается. Я его не убиваю. Я его никак не могу убить. У него пингвин второго уровня, у него овца третьего уровня. Понимаю. У меня тоже овца третьего уровня скоро будет. Так, корова, иди нафиг. Ладно. Ой, чуть не продал. Так, корову продаем. Берем улитку. Берем овцу. Я не хочу рандомные, но вот овца мне нужна для последнего уровня. Можно попугая превратить его в этого в червя. Но я думаю, это не самая лучшая идея. Это мне не нужно. Хотя... Да не, фигня. Может быть, макаку взять как-то, я не знаю. Да вроде бы и не надо. Поехали. Червя вообще надо бы на первый слот поставить, по-хорошему. Ну, конечно, скунс. Все играют через скунса. Всем понемножку раскидал урона. Блин, дурацкая блоуфиш. Вот это компа слон плюс блоуфиш, это капец какой-то. Мой бедный червь страдает. А у него слон еще с чесночной броней. Мне чеснока ни разу не дали за всю игру. Да ты задрал уже, ну реально. Как же его эта хрень настреливает, а? Давай убей уже свою рыбу. Отлично. Но я все равно проиграл. Но я был близок. Блин, одно поражение могу только еще сделать и проиграю. О, чесночная броня, да неужели? Давай сюда. Мамонт. Блин, мне не хватает золота, чтобы еще одно нормальное существо поставить. Ну че это за смехота? Давай сюда, короче, этого челика. Или его перед оленем лучше поставить. Неплохо. Неплохо. Не знаю, нужен ли мне этот дельфин. Посмотрим. Попробуй сыграть через червя впереди. Если не получится, то не получится. Ничего не поделаешь. Такой червь жесткий. Блин, там черепаха, короче, с удвоенным уроном. Опять скунс. Че все играют через скунса? Ну, минус черепаха хотя бы. Ну, блин, мой бедный червяк сейчас сдохнет. Да задолбал. У нее еще и арбузная броня была при всем этом. Капец, у него арбузная броня, я проиграл. Господи, да откуда у вас столько арбузной брони? Мне ни разу не встречалось. Один чеснок за всю игру выпал и все, короче. Арбузной брони не было, ничего не было. У этих чуваков по 4 арбузной брони, блин. На каждом животном стоит. Понимаю. Но, возможно, они использовали пассивку черепахи, убивали ее таблетками, чтобы давать арбузную броню. Ну, ладно, в общем-то, на этом тогда буду пока заканчивать это видео. И так затянулось. В общем, такая вот игра мне, честно говоря, заходит. Но надо учиться играть, надо придумывать какие-то более крутые комбинации. Мне не нравится играть через призывы, когда их нечем бафать. И, типа, мне больше нравится играть за жир. Самая первая катка была самой удачной. В итоге, блин, окей, ладно. На этом буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. А с вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. Мы еще обязательно увидимся. А на этом пока что все. И пока-пока.